Итак, на запись поставил. Вебинар у нас сегодня посвящен интернет-магазинам, в частности, в большей степени, который можно создавать на платформе 1S Bittrex. Где-то час, наверное, с хвостиком я, собственно говоря, от себя буду рассказывать про Bittrex. Ну и дальше уже три наших партнера расскажут про свои решения для интернет-магазина. Это интеграция с Яндекс.Маркетом, работа с прайс-листами и также инструменты для обработки, ну вообще, как правильно работать, обрабатывать ваши заказы в интернет-магазине. Ну, коллеги сами расскажут, покажут, собственно говоря, как все это работает. Итак, давайте начнем. Я, на самом деле, большую часть буду показывать вживую саму демонстрацию самого Bittrex, как это работает, чтобы вы видели это, посмотрели, как раз позадавали конкретные вопросы. Вот, ну, для затравочки несколько, буквально, там, 3-4 слайда про сам Bittrex, ну и про саму платформу. Уже лет 15 мы на рынке, занимаемся мы разработкой продуктов, по сути, платформы для создания сайтов и интернет-магазинов. На сегодняшний день больше 100 тысяч, точную цифру уже не назову, она очень часто меняется, очень быстро растет, больше 100 тысяч сайтов, сделанных на Bittrex. Это абсолютно разные сайты, начиная от сайтов-визиток и заканчивая, там, интернет-магазинами, различными сообществами, информационными порталами и любыми другими сайтами. По сути, Bittrex это CMS, еще так же называют, то есть, как контент-менеджмент-систем, система управления контентом, то есть, вы создаете сайт и потом с помощью Bittrex этим сайтом управляете. Управляете содержимым, то есть, новостями, каталогами, текстами, фото, соответственно, управляете заказами, статистикой, ну и еще, помимо этого, есть огромное количество различных инструментов, которые позволяют вам заниматься вашим бизнесом с помощью Bittrex. Я, собственно говоря, сегодня покажу некоторые инструменты, которые у нас не так давно вышли, которые, ну, выходят за рамки понимания CMS-системы, там, это нечто большее, чем просто управление контентом вашего сайта. Вот, ну, как бы в целом, да, если вот взять такую уже немножко, наверное, даже устаревшую инфографику, это что такое CMS, что такое Bittrex? Это управление контентом, то есть, все, что вот, какой-либо, любая информация размещена на вашем сайте, это управление, соответственно, происходит через Bittrex. Это продажи, начиная от загрузки каталога, интеграции с внешними системами, выгрузка в Яндекс.Маркет и много-много-много другое. Это, конечно же, коммуникация, обратная связь с вашими клиентами, пользователями, партнерами через форумы, различные социальные сети, через рассылки, веб-форумы и многое другое. Это огромное количество различных сервисов и служб, которые также помогают, ну, во-первых, и сайту работать быстро и бесперебойно, плюс различные интеграции, аналитика и так далее. Ну и, конечно же, мы поддерживаем различные мобильные платформы, много вопросов, связанных с безопасностью вашего интернет-проекта. Ну и все это, собственно говоря, работает в рамках единой платформы и управляется главным модулем. Ну что ж, давайте, наверное, начнем, перейдем к непосредственно демонстрации Bittrex. Я буквально вчера вечером скачал, установил на свой ноутбук демо-версию, демо-версию редакции «Бизнес». Вы также это можете сделать, ничего сложного здесь нет, абсолютно бесплатно. Вы можете скачать его с нашего сайта, установить на Linux, на Windows, у меня в данном случае на Mac, нужную вам редакцию и, собственно говоря, потестировать, посмотреть, как она работает. Демо-версия ничем функционально не ограничена, кроме срока работы. Он ограничен 30 днями, то есть в течение 30 дней вы сможете все потестировать, посмотреть. Можно даже интегрировать с чем-то, с 1С, выгрузить сюда товар, начать переработать дизайн, что-то доработать. И если через 30 дней вы принимаете положительное решение о покупке, вы просто покупаете у нас или у партнеров ключик на Bittrex, коммерческий ключ, активируете его в админке вот этой же демо-версии и дальше продолжаете работать без каких-либо ограничений. Если не активируете, то через 30 дней система еще немножко поругается, поругается, потом просто прекратит работать, вы не сможете зайти на сайт, будет черный или синий экран, не помню. Но еще раз повторюсь, функционально никаких ограничений между демо-версией и коммерческой версией нет. То есть это именно то, как вы купили. Вы сможете ставить обновления, тестировать что-то, дорабатывать, никаких ограничений по работе с продуктом нет. Вот, поставил я себе демо-версию с некоторыми бета-обновлениями. У нас сейчас как раз готовится к выходу новая версия 15.5. Ну там немножко задерживается. Некоторыми частями разработчики выдают новые возможности. Вот, ну, самое вот по максимуму, что можно было, поставил и постараюсь вам сегодня показать. Итак, это типовой интернет-магазин. Там несколько шаблонов есть, отличающиеся типом меню. В данном случае горизонтальное, есть еще вертикальное. Плюс есть еще различные вариации по цветовому оформлению, по оформлению подложки вашего сайта. Дизайн не ограничен ничем, в плане битриксом никаким образом не ограничен. Вы можете нарисовать свой собственный дизайн, интегрировать его по вашему усмотрению. Но еще обратите внимание, что у нас есть Marketplace. Это такой каталог готовых решений для битрикса. Там вообще порядка двух с половиной тысяч разных решений. В том числе, там более 500 готовых шаблонов для интернет-магазинов и для сайтов. Там также можно выбрать наиболее актуальный под вашу специфику, под ваш бизнес. Здесь посмотрим на демо-шаблоне. Стандартные возможности для сайта. Меню с подкатегориями, соответственно, самого каталога. Раздел тут с корзинами, с авторизацией информации, сколько денег, на какую сумму товаров положил. Дополнительное вспомогательное меню по самому интернет-магазину. Здесь у нас встречает баннер, который показывает, чем вы торгуете на вашем сайте. Можно перейти дальше в карточку товара, посмотреть более подробную информацию. Дальше есть различные блоки. Они часто встречаются на интернет-магазинах. Серия лучшей коллекции, рекомендуем. Хит сезона, хит продаж и так далее. Размещайте по своему усмотрению какие-то товары по тем или иным признакам, чтобы клиент обращал на них внимание в первую очередь. Это могут быть действительно какие-то ходовые товары или какие-то распродажи. Хотите бы быстрее избавиться от товара, это все можно вынести на главную страничку. Достаточно просто. Информация, что я смотрел. Ну и дальше. Блоки, подвалы. Достаточно стандартная информация для магазинов, что, собственно говоря, хорошо. Все мы привыкли уже к этим блокам, к расположениям. Итак, давайте зайдем в какой-нибудь каоре, посмотрим, как работает наш интернет-магазин. Допустим, зайдем в плате. Итак, минуточку. Куда-то у меня пропал блок вопросов. Итак, допустим, зайдем в плате. Здесь у нас есть несколько вариантов. Их может быть любое количество. Количество товаров не ограничено, опять же, ни самой платформы. Ну, ничем. Их может быть хоть 10, хоть 100 тысяч и так далее. Вот как у нас обычно люди ищут товар. Если речь идет о большом каком-то каталоге, то вариантов несколько. Во-первых, это можно зайти в нужную вам категорию, ну и дальше здесь уже смотреть. Для этого вам поможет в том числе фильтр, который подскажет, есть ли на этом сайте товары с теми или иными характеристиками. Допустим, если меня интересует какой-то определенный бренд, ну здесь вот добавлены такие иконки, не очень хорошо видно. Вот, я могу вам выбрать какой-то определенный бренд, и система сразу же показывает мне, что с таким брендом есть 4 позиции. Или, допустим, производитель. Вот, производитель России модница, у нас только 3. Остальное, видимо, 4 без указания производителя. Можно также выбрать определенный материал. Если меня интересуют искусственные, пожалуйста. Показано, что таких товаров с такими характеристиками только одна штука. И мы кликаем на кнопку «Показать» и, соответственно, видим этот товар. Свойства таких может быть любое количество. Это могут быть просто обычные текстовые варианты, когда вы выбираете, просто галочка. Это может быть, как здесь указано, цветом. Такие варианты. Это может быть также выбор из чекбоксов, из списка. И еще также можно вот таким вот ползунком также, если не речь идет, допустим, про какие-то числовые значения, сужать или расширять список характеристик и свойств. Таким образом можно быстро подобрать нужный вам товар. Ну, допустим, здесь тоже не сильно больше. Выбираете нужный вам размер. Ну, здесь указано, сколько их. То есть, так, у всех размеров, у всех обуви есть, весь вариант размеров. Можно выбрать по артикулу или, допустим, по какому-то определенному цвету. Нажимаем кнопочку «Показать». И вот наши самые розовые тапочки, которые нам нужны были. Ну, и, соответственно, переходим непосредственно в карточку «Товары». Это один из вариантов, когда клиент ищет товар на вашем сайте. Бывают еще достаточно сложные каталоги, в которых огромное количество и категорий, и подкатегории, и подподкатегории. Ну, и в целом, там, бывают каталоги с сотнями тысяч, с миллионами артикулов товаров. И очень часто здесь даже через категории бывает сложно найти. Тем более, еще многие по-разному делают сортировку товаров. Кто-то от бренда, кто-то от категорий, кто-то от каких-нибудь определенных характеристик или свойств товара. И так далее. Вот поэтому есть возможность клиенту приложить, также найти, допустим, он знает, что он хочет, что он ищет. Сразу же найти товар по названию, допустим. Для этого есть поиск, в котором вы вводите нужное вам слово. И, соответственно, система тут же ищет по названиям этих товаров и показывает вам, что да, такое есть. И вы можете тут же перейти в карточку товара. Вы можете найти либо товар, либо категорию. Видите фотографию здесь. Можно сюда добавить цену или там, где-то кнопку еще купить. И чтобы клиент сразу же положил прямо непосредственно отсюда этот товар в корзину. Вот. Если хотите просто, чтобы он перешел в карточку товара, то я кликаю по названию. То есть я здесь ничего не нажимаю, ни Enter, то есть просто начинаю вводить какое-то определенное слово. И оно тут мне сразу же показывает. Сейчас. Что-то мне не сработало. Еще показывает, даже если вы ошибаетесь, допустим, в раскладке. Я, наверное, первую букву не ту ввел. Он также вам подскажет, что есть такое слово. То есть поймет, что вы ошиблись. Ну и дальше мы переходим в футболку и создадим в нужный нам товар. И смотрим, читаем про него более подробно. Сейчас здесь есть несколько... Покажу другой вариант. С различными свойствами. У товара могут быть различные характеристики. Это может быть просто описание, где вы указываете в свободной форме. Или по каким-нибудь свойствам разбиваете его информацию об этом товаре. И также можно добавлять различные свойства, которые могут варьироваться и влиять, допустим, на цену или другие свойства. Это называется SQ или торговое предложение. Если работали с 1С, то фраза торгового предложения вам будет близка. Это часто встречается в одежде, в автомобильных шинах, допустим, дисках, в очках или в линзах. Когда, допустим, у нас есть цвет. И к этому цвету вы также можете привязать тот или иной размер одежды. Или, наоборот, сначала я выбираю размер одежды, и потом я могу выбрать, какой из этих размеров есть, какие есть цвета в этом размере. То же самое в шинах. Там есть типоразмеры, там высота, ширина, диаметр. И, соответственно, там вы также можете выбрать и положить в корзину нужный вам товар с нужным вам цветом и с нужным вам размером. Ну и причем, опять же-таки, на вот эти все свойства вы также можете завязать и цену. Это тоже часто встречается, в том числе в одежде, когда бывают какие-нибудь неходовые размеры, которые остались, там последние остатки. Какой-нибудь 3XL или какой-нибудь 47 размер обуви, там какой-нибудь розового цвета, да, никто не покупает, поэтому там скидка 50%. Ну и это часто, в том числе, встречается в автомобильных шинах, когда вы, в зависимости от диаметра того же, получаете разную стоимость шины. Там взять 14 диаметр, это будет 2000 рублей, там взять 17, будет уже там 10 тысяч рублей и так далее. То есть клиент выбирает нужный ему диаметр, нужный типоразмер и кладет непосредственно его в корзину на сайте. По сути, с помощью вот такого конструктора, конструктора SQ, можно собрать, ну прям, не знаю, предложить клиенту возможность сформировать самостоятельно нужную ему корзину или нужный ему набор товаров. Допустим, там, для какой-нибудь мебели или стул, вот есть стул, да, какой-нибудь типовой дизайн этого стула. Вы можете приложить клиенту выбрать на его усмотрение цвет, может быть какой-нибудь материал, там, не знаю, какие-нибудь дополнительные свойства, которые клиент может положить в корзину. Ну и эти свойства, они также будут влиять на общую цену. То есть он может выбирать по этим свойствам и формировать финальную стоимость этого товара. Ну, не знаю, там, тот же телефон какой-нибудь, iPhone взять, да, iPhone 5. И вот есть там варианты с цветами и есть варианты с размером, объемом памяти. То есть тоже выбираю, там, черный iPhone 16 гигабайт, одна цена, черный iPhone 32 гигабайта, будет совершенно другая цена. И плюс можно добавить какие-нибудь дополнительные плюшки, там, аксессуары и так далее. Ну и дальше, конечно же, к каждому из, опять же таки, свойств вы можете привязать нужную вам фотографию. Это может быть как привязка к цвету, к размеру, к любому другому свойству. Опять же, для того, чтобы клиенты не включали там свою фантазию, а видели, что они получат на выходе. Вот этот цвет, да, вот различные фотки. Вот цвет зеленый. Как это выглядит? Выбираем нужное нам количество и кладем в картину. Дальше у нас есть возможность оставлять комментарии с помощью, ну, просто на этом сайте, с помощью социальных плагинов Facebook, ВКонтакте. Полное описание. Дальше у нас идет блок, который также можете включать, если продаете товар, там, допустим, со своего склада, там, с магазина самовывоза. Это остатки. Сколько у вас есть сейчас позиций на том или том складе. Складов у вас может быть несколько. Вы также здесь можете интегрироваться с 1С и в 1С вести складской учет и выгружать сюда на сайт самую актуальную информацию по непосредственно остаткам, чтобы клиент, когда заходит, он видел, сколько сейчас действительно есть товаров на вашем складе. Ну, и зарезервировать, соответственно, создав новый заказ, зарезервировав этот товар у вас. Различные блоки, такие как персональные рекомендации, с этим товаром покупают, ну, собственно говоря, различные сервисы для повышения среднего чека, средней стоимости вашей корзины. Ну, и дальше блок «Вы смотрели». Сайт запоминает все товары, которые вы просматривали на этом сайте. И хранить достаточно долгое время, по-моему, там, в настройках можно до 30 дней указать. И когда вы через 30 дней вернете, допустим, на этот сайт в поисках какого-нибудь товара, который несколько недель назад просматривали систему, вам этот же товар и подскажет, покажет, что очень тоже удобно. Ну, еще обратите внимание, что вы, допустим, как менеджер интернет-магазина также видите все товары, которые просматривал тот или иной клиент, который оформлял у вас заказ на сайте. И потом, допустим, в телефонном разговоре вы можете упомянуть, что вот тот или иной товар, который вы просматривали до этого, по тем или иным характеристикам там лучше, чем тот, который вы в итоге заказали. Вот. Дальше у нас в корзине указан нужный нам товар. Я могу здесь же, допустим, передумать, выбрать другой цвет или другой размер, поиграть с количеством. Если вдруг я сейчас пока не готов сделать заказ, я могу его отложить. Ну, и потом дальше здесь появится кнопочка «Отложенные товары». Если все нормально, я оформляю заказ. Здесь у нас могут быть различные типы плательщиков. Физлицы, юрлицы. Вы можете выбирать. В зависимости от типа плательщиков у нас формируется тот или иной набор полей, обязательных для заполнения. Выбираем дальше платежную систему. Платежную систему. Это может быть стандартный наличный курьер или через Бирбанк квитанцию. Ну и также есть огромное количество платежных систем, которые можете дополнительно добавить. Попозже покажу, какие есть варианты. Так, у меня тут блок за доставку не выведен. Ну вот, что называется, поставил бета-версии обновлений. Здесь не выведен, видимо, снят с публикации блок с выбором еще доставки. То есть еще в корзине у нас работает блок, который позволяет выбрать доставку. Доставку курьером, там, не знаю, самовывозом. Или можете подключать различные службы доставок, такие как Почта России, СПСР, DHL и так далее. То есть вы заключаете с ним договор и просто выводите в корзине. Там автоматически происходит расчет стоимости доставки до клиента. Ну, актуально, конечно, когда вы работаете с регионами, не со своим регионом, а с другими. И вот такими службами вы также можете оформлять заказ. Стоимость будет рассчитана автоматически, исходя из веса товара, если он у вас указан в интернет-магазине. И исходя из, соответственно, расстояния, ну, то есть тарифов от вашей доставки, от вашего города до места расположения вашего клиента. Ну и дальше заказ мы оформляем. И, соответственно, в дальнейшем я могу в самом кабинете отслеживать все свои заказы, которые у меня были. Такие вот статусы. Если, соответственно, я оплачиваю электронным образом, электронным кошельком, визой и так далее, то тут же статус меняется автоматически. Если я оплачиваю, допустим, по безналу вам, вашу компанию, допустим, вы в 1С эти деньги оприходовали, если у вас интеграция с 1С есть, то 1С автоматически передает статус заказа на сайт о том, что там заказ оплачен. И у клиента также меняется статус. Ну и плюс вы можете к каждому из этих статусов привязать почтовые уведомления или, допустим, там те же смс-ки даже, чтобы клиент получал эту информацию себе на e-mail или на телефон о том, что там статус изменился на оплачен. Или там, может быть, могут быть статусы, там, не знаю, прихода на товар складом, да, и готовиться к отправке курьером. Всю эту информацию вы можете также дублировать вашим клиентам. Ну вот такой вот стандартный, скажем так, сценарий работы интернет-магазина. Вопрос вот есть от коллег. Я еще раз его озвучиваю. Видимо, кто-то очень поздно подошел. Сейчас я вот немножко, скажем так, не самый последний шаблон интернет-магазина показываю, потому что выпуск последнего немножко затягивается, разработчики его постепенно там дорабатывают и выпускают. Это к вопросу о том, что когда выйдет новый шаблон, вот обещают в ближайшее время. Ну, точных сроков, к сожалению, назвать я не смогу. Итак, посмотрели на сценарий работы с точки зрения покупателя. Давайте посмотрим с точки зрения вас, как владельца бизнеса, как менеджера интернет-магазина. Для вас есть вкладочка, которая называется «Администрирование». Соответственно, когда вы авторизуетесь на сайте, у вас набор различных инструментов, которые позволяют создавать страницы, изменять, и есть возможность зайти в админку вашего сайта. В админке у нас собрана вся самая актуальная информация о вашем сайте, его настройках, возможностях и так далее. Еще раз повторюсь, у меня редакция «Бизнес», демо-версия, поставил вот буквально вчера, вот система мне говорит, что осталось 20 дней до окончания пробного периода. Есть рабочий стол, здесь у нас собраны различные виджеты по продажам, заказам, статистике, переходам и так далее. Вы можете самостоятельно тоже там виджеты различные рисовать, сюда добавлять со списком, со статистикой нужной вам информации. Дальше у нас слева основные категории, основные пункты меню. Следующим идет пункт «Контент». Собственно говоря, «Контент» это означает содержимое вашего сайта. Здесь собрано все, что касается структуры, файлов, фотографий, видео. Все это хранится и настраивается непосредственно здесь. Новости, каталоги, различные разделы и так далее. Дальше у нас идет блок «Маркетинг». Здесь у нас новый достаточно блок, появился не так давно. Здесь у нас собраны в основном инструменты для развития вашего интернет-магазина, для его рекламы, ну как раз что называется для маркетинга, для различных рассылок, контекста, баннерных реклам и так далее. Я еще вернусь сюда, чуть попозже поподробнее расскажу про некоторые разделы. Раздел «Магазин». Здесь у нас, соответственно, собрано все, что касается интернет-магазина. Начиная от настроек, служб доставок, платежных систем, интеграции с 1С, добавления товаров, свойств, характеристик, фильтров настройки и так далее. Ну и заканчивая уже работа с заказами, управление маркетингом в части создания скидок, различных лояльных программ и так далее. Дальше у нас идет блок «Сервисы». Здесь различные сервисы связаны, в частности, с работой вашими клиентами, с обратной связью и так далее. Всякие веб-формы, модуль техподдержки, опросы, прочее-прочее. «Аналитика». Это статистика вашего сайта. Кто откуда, с каких браузеров зашел. Разве вы проводите рекламные кампании на вашем сайте, они все также будут здесь учитываться, настраиваться и так далее. Блок «Маркетплейс». Ну, во-первых, блок, который отвечает за обновление самой платформы. Здесь вы будете видеть все новые версии, которые вы сможете установить. Ну и плюс здесь также собран каталог решений от наших партнеров, которые вы также сможете установить для решения функционала вашего сайта. Ну и раздел «Настройки». Здесь, собственно говоря, хранятся все основные технические настройки вашего сайта. Куда лучше не лезть, если вы не являетесь администратором, техническим специалистом. Здесь добавляется шаблон, настраиваются теленные модули, включаются настройки по безопасности, по кластеризации, масштабированию и так далее и тому подобное. Вот, давайте пройдемся по основным моментам, на которых хотел бы заострить ваше внимание. Это раздел «Маркетинг» и «Магазин». Давайте начнем с маркетинга. Он не всегда будет связан с магазином. Можно использовать его отдельно, в том числе на обычных сайтах. Не обязательно, что это должен быть интернет-магазин. Здесь у нас есть новые разделы. Первый раздел – это email-маркетинг, который позволяет вам создавать рассылки по вашим клиентам. Я рассылку сейчас делать не буду, там нужно будет еще почту мне заводить, настраивать. Но покажу, в общем, суть. Вы можете создавать, тут еще сразу скажу, есть два типа email-рассылок. Это email-маркетинг и триггерные рассылки. В чем у них отличие? Email-маркетинг – это возможность выбрать определенную группу адресатов и по этим адресатам регулярно, вручную или по какому-то определенному заданному интервалу времени делать рассылки. Это могут быть рассылки по подписчикам, это могут быть рассылки по определенным покупателям, типам покупателей, какой-то товар определенный покупатель, какую-то определенную сумму или поздравление. Ну, то есть, это может быть, в принципе, все, что угодно. Вы можете выбрать категории тех или иных пользователей, добавить их в группу рассылок, группу выпуска, и, соответственно, по ним, допустим, по каждый понедельник делать определенные рассылки. И вы можете создавать свои шаблоны, редактировать списки адресов из различных внешних источников, можно, не знаю, из Excel, загрузить еще откуда-нибудь. Если у вас там есть эти веб-формы, ну и, соответственно, выгрузить. Ну, допустим, часто на сайте веб-формы размещают, там, не знаю, запрос в коммерческое предложение или веб-формы, там, просто, не знаю, запрос обратного звонка и так далее. Когда там человек, допустим, оставляет e-mail, есть поле с e-mail, вы можете все вот эти веб-формы, которые у вас есть на сайте, которые у вас клиенты заполняли, просто в виде как раз списка адресов сформировать и по этим клиентам или по каким-то определенным группам делать те или иные рассылки. Ну и, соответственно, вручную, да, либо автоматом. Есть еще такое понятие, как триггерные рассылки. Это рассылки по какому-то определенному событию, действию, которое произошло у вас на сайте. И триггеры на рассылки отличаются тем, что они могут, ну, их можно делать там разово, их можно делать определенными сериями до тех пор, пока клиент, которому вы эти рассылки делаете, не выполнит то или иное действие. Допустим, речь идет про корзину. Прошло какое-то событие, допустим, там, три дня с тех пор, как клиент оформил заказ, да, но не оплатил его. Вы через три дня шлете ему автоматом, система шлет ему напоминание о том, что нужно оплатить. Если он там еще через 10 дней, грубо говоря, не оплатил, вы еще раз ему шлете там с каким-то, не знаю, с предупреждением, да, там, с просьбой говорить, что вот там сейчас не оплатите, там, цена изменится или, там, не знаю, заказ будет удален, там, так далее и тому подобное. Мы-то для вас зарезервировали. Ждем, ждем, ждем ваши оплаты. Если, допустим, там, через 10 дней не оплачивает, там, не заходит в эту корзину, не оформляет, ну, там, соответственно, да, не оплачивает заказ, может, там, не знаю, через 20 дней еще ему сделать рассылку о том, что там специально для вас последнее, там, наше письмо, предлагаю вам там купон на 10% скидку. И, соответственно, это будет все автоматически отсылаться этому клиенту. Если же он после первой рассылки заходит, допустим, и оформляет, ну, там, делает оплату, то все, соответственно, следующие письма ему отходить не будут. Можно сделать, не знаю, допустим, когда клиент зашел на сайт, допустим, он авторизовался у вас, там, зарегистрировался даными давно, ну, к примеру, там, неделю не заходил. Вы можете ему сделать тоже напоминание о том, что вы, там, давным-давно у нас не были на сайте, а у нас тут много новых товаров, там, вообще, в целом, намного новых постов, если, допустим, сайт у вас, там, не магазинный, а, не знаю, ведете какие-то блоги, посты, там, на какую-то определенную тематику. И можете, там, вставить в шаблон какие-нибудь ссылки на, там, новинки. Да, и клиенту приходит уведомление о том, что, вот, он давно не заходил, а здесь много чего нового появилось. Ну, и можете сделать, соответственно, поставить пометку, что, если он зайдет, то триггерная рассылка в данном случае удалась, да, и все хорошо. Если он не заходит, вы ему, там, еще через две недели делаете эту рассылку, через счет, через три недели, до тех пор, пока он либо там не отпишется от вас, либо не зайдет на ваш сайт, и, соответственно, выполнит какое-то определенное целевое действие. А вот эти целевые действия, они как раз и являются финальной точкой то или иной триггерной рассылки. То есть она будет действовать до тех пор, пока вы не… Ну, здесь тоже не смогу сейчас создать, нужно будет там e-mail запускать. Пусть она будет идти до тех пор, пока клиент не выполнит то или иное целевое действие. Это очень такой хороший новый инструмент, во-первых. Во-вторых, он очень хороший в части напоминаний, поддержания связи с вашими клиентами. Ну, и тоже есть определенные расчеты, есть определенная аналитика, которая говорит, что активная работа с e-mail маркетингом, с триггерными рассылками, она позволяет там конверсию повышать на несколько десятков процентов на вашем сайте. Если, конечно, делать это умело, не быть очень сильно навязчивым, но и в то же время не забывать про своих клиентов. И еще один из таких тоже полезных и прям совсем новых-новых инструментов – это раздел АБ «Тестирование». Это инструмент, который позволяет вам на вашем сайте вводить какие-то, ну, в частности, в шаблоне вашего сайта, может быть, в структуре вашего сайта, какие-то новинки, какой-то новый функционал или новые возможности, и изначально тестировать это на определенной группе пользователей. Когда вы, допустим, боитесь, что вот этот, может быть, новый функционал или новая кнопка может отпугнуть, допустим, клиентов и не знаете, как они на это реагируют, вы запускаете АБ «Тестирование». Добавляете новый тест, запускаете его и, соответственно, тестируете на определенной группе пользователей, как они будут себя вести. Ну и в дальнейшем смотрите, насколько у вас ухудшилась или улучшилась конверсия. Это может быть новый дизайн вашего сайта, и вы, к примеру, не хотите сразу же перекинуть на этот дизайн всех ваших клиентов, хотите, допустим, отловить какие-нибудь основные, может быть, ошибки, какую-то обратную связь от какой-то определенной группы пользователей. Вы, соответственно, запускаете тот или иной дизайн, тот или иной АБ «Тест», указываете длительность его на несколько дней, на неделю или до ручной остановки и, соответственно, указываете, какой процент посетителей, зашедших вам на сайт, будут перенаправлены на новый дизайн той или иной страницы того или иного сайта. Да, потому что сайтов у вас может быть несколько. Допустим, хотите на 10% ваших покупателей протестировать. Ну и, соответственно, выбираете новый шаблон, который у вас есть, текущий, тестовый, и, соответственно, запускаете. Ну и в дальнейшем, когда через 3 дня или через какой-то определенный период промежуток времени тест будет завершен, вы увидите здесь, соответственно, статистику по конверсии. Сколько было сделано заказов или кликов на ту или иную кнопку на этом сайте или на этом сайте. Это могут быть как страницы, так не знаю, кнопки какие-нибудь. Допустим, там тоже спорите с юзабилистом, где лучше расположение меню слева или справа. Все там по-разному часто встречается. Запускаете, смотрите, сравниваете конверсию. Какой из вариантов, предпочтительный, какой из вариантов ведет к большему количеству заказов, которые, наоборот, к меньшему. Это может быть страница оформления заказа, страница корзины, определенное расположение полей, те или иные обязательные поля в той или иной корзине. Настраиваете, запускаете и смотрите, соответственно, результаты. На одной странице может быть несколько АБ-тестов, то есть вы можете тестировать те или иные кнопки. То есть запустить АБ-тест можно только один в течение какого-то определенного срока, но в этот АБ-тест вы можете включить несколько различных вариантов и смотреть уже общую картину по тем изменениям, которые вы сюда будете добавлять. Так, секундочку. Что-то нет. Так, тут Андрей очень активно задает вопрос. Андрей, я вот попрошу задавать вопросы. Вы можете их задавать, но вы не считаете, что я могу параллельно рассказывать про какой-то функционал и тут же вам отвечать устно или голосом или в рамках поля questions. Буду стараться делать паузы между определенными блоками и отвечать на них, потому что Андрей вот тут уже просто ругает, почем зря, что не отвечает ни на один из его вопросов. Так. Вопросы. По поводу доступности того или иного функционала в той или иной редакции. Все это размещается у нас на сайте. На сайте Битрикса есть раздел «Сравнить». Там вы можете посмотреть, какой из редакций, какой функционал есть. Собственно говоря, более подробно прочитать про тотальный функционал и посмотреть всю более подробную информацию. Так, идем дальше. Раздел «Магазин». Здесь у нас связана информация, как я уже говорил, с настройками вашего интернет-магазина. Начиная от заказов, начиная от создания товаров, заканчивая заказами и так далее. На самом деле у нас в июле, со следующей недели, наверное, через неделю стартует очередная серия вебинаров, посвященных интернет-магазинам различных тематик, на которых мы будем разбирать подробно различные сценарии работы с сайтом. Начиная от создания товаров со свойствами, характеристиками настройки фильтров. И заканчивая, там, по-моему, даже есть блок по интеграции с 1С, с живой демонстрацией и так далее. Просто каждый из этих блоков, он занимает достаточно большое количество времени. И вот мы таким образом просто их разбиваем на несколько, на серию вебинаров, состоящих из четырех, из пяти, если не ошибаюсь. И там более подробно будет рассказано про заказы, как с ними работать, про интернет, про настройку магазина с 1С и так далее. Я же вам хочу рассказать, тоже такой достаточно, я думаю, популярный блок, это работа со скидками и с заказами. Для этого у нас есть отдельный подраздел, называется он «Управление маркетингом». И, соответственно, здесь у нас собраны различные правила, различные настройки, которые позволяют вам создавать скидки и программу лояльности для ваших клиентов. Скидки могут быть разного типа. Первый вариант – это скидка на сам товар, то есть на каталог, на категории товаров, когда вы, по сути, показываете скидку на товар тем или иным клиентам, всем посетителям вашего сайта, когда они заходят в карточку товара. То есть я зашел в карточку товара, я авторизованный, допустим, пользователь, и я вижу, что на данный товар скидка 10%. Ну, я, соответственно, уже товар со скидкой 10% вкладываю в корзину. Это первый вариант. Второй вариант скидки – это когда скидка применяется в самой корзине, непосредственно в корзине, когда вы выполняете то или иное действие. Допустим, добавляете еще какую-то определенную сумму или определенного количества того или иного товара. И, соответственно, тоже есть различные типы и настройки. Если говорить про скидки на товар, бывают разные варианты. Ну, вот здесь вот у нас уже там заведена в демо-периоде скидка на нижнее белье 10%. Здесь она, собственно говоря, как раз отображена. Где-то у нас уже на главной страничке был блок, соответствующий вот нижнее белье. Мы видим, ну, во-первых, перерасчет цены. Старая зачеркнута, указана новая. Ну и, соответственно, скидка 10% также здесь указана. Вы можете взять новую скидку. Она может идти параллельно. Причем здесь также есть такая вот галочка «Прекратить дальнейшее применение скидок». То есть одна из скидок будет, скажем так, главнее, чем другая. То есть если вы здесь указываете скидку 5% на какой-то определенный товар, допустим, из какого-нибудь раздела или по определенным характеристикам, то вот следующее применение еще 10% к этому товару, оно применяться не будет. Тестовая скидка. Тип скидки могут быть, они указаны в процентах, либо фиксированная сумма. Величина, допустим, 25%. И дальше идем, сдаем условия. Здесь такой прям мастер, который позволяет вам добавить нужные вам условия. Выполнение их может быть, то есть либо все условия должны быть выполнены, либо одно из этих условий. Ну и, соответственно, добавляем это условие. Вы можете добавить, к примеру, скидку 25% на все товары от определенного производителя. Допустим, вы перестаете закупать этот товар больше, производитель там банкротился или еще что-нибудь. Ну, то есть вы с ним больше не работаете, не сотрудничаете. Поэтому вам нужно быстренько освободить ваш склад от всех товаров от этого производителя. Нажимаете, выбираете производитель и указываете, соответственно, скидку 25%. И делать соответствующую распродажу. Или, к примеру, это может быть материал. Вот определенного материала, скидка. Очень часто также в интернет-магазинах одежды бывает распродажа по определенным размерам одежды или обуви. Также есть какой-то там сезон, ну, там, не знаю, весь июль у вас там шла распродажа. И есть определенные остатки, допустим, того же, как я говорил, 46-го, 47-го, не самого ходового, скажем так, размера обуви. Вы говорите, что вот все товары с размером одежды, равные больше 46-го, предоставляют скидку 25%. Они автоматически будут таким образом перерасчитаны. Что у нас здесь есть? Здесь еще там размер цвета, да, размер одежды или обуви. Ну, давайте посмотрим. Равно, ну, допустим, 40-й. Размер обуви, каталог одежды равен 40-го. Дальше у нас есть еще различные ограничения, то есть вы можете выделить те группы, которые могут воспользоваться. Здесь, соответственно, ничего не выделено, значит, все, кто бы не зашел вам на сайт, авторизованные пользователи смогут увидеть эту скидку. Ну, и также есть еще возможность через купоны работать, когда вы делаете ту же рассылку через e-mail маркетинг и предлагаете клиентам зайти и купить тот или иной товар, соответственно, с купоном. Так. Здесь у нас нету 40-го. Так, я не понял, у нас тут нигде 40-го что ли нет? Так, туфли. Хорошие туфли, мужские 39-го размера. Так, давайте поменяем условия. 37-й везде есть. Вот. У нас здесь в 37-м размере, то есть у нас все размеры без скидки идут. Когда клиент выбирает 37-й размер, ну, во-первых, рисуется вот такой баннерочек с... ну, это там, сами можете нарисовать, да, на ваше усмотрение, там, с другим дизайном. Здесь просто указан размер скидки, ну, и тут же показывается экономия в цене, старая цена и новая цена. Ну, то есть, опять же-таки, вы быстро распродаете, там, залежавшийся товар на складе. Если вдруг там остались, какая-нибудь летняя коллекция, да, с размером, там, 40, там, мужской 37-го, тут же все это дело вот с такой скидкой предстает. Ну, и таких условий может быть любое количество, их может быть, там, не знаю, завязано, то есть на любые свойства вашего товара, которые у вас есть. То есть, вы задаете там свойства у вашего товара, и оно, это свойство, будет здесь также отображаться, вы по этому свойству сможете отсортировать товары для скида. И, помимо этого, есть правило работы с корзиной. Немножко по-другому действует, но принцип такой же. Задаете определенную скидку и указываете, какое действие нужно сделать. То есть, это действие будет производиться уже непосредственно в корзине в момент оформления клиентом того или иного заказа. Действия могут быть разные. Изменить стоимость доставки или заменить стоимость товаров в корзине. То есть, когда вы делаете, допустим, доставку бесплатной, когда клиент заказывает на сумму, допустим, от 10 тысяч рублей, доставка становится бесплатной. Или наоборот, если он заказывает до 500 рублей, то доставка становится платной, потому что у вас бесплатная доставка, допустим, от 3 тысяч рублей. Или изменить стоимость товара в корзине, то есть идет пересчет и клиент покупает, допустим, товар дешевле, если он какое-то определенное действие выполнил верно. Причем также вы можете как скидку делать, так и наоборот наценку, то есть увеличивать стоимость на какой-то либо процент, либо определенную сумму. Здесь берется валюта, в которой вы работаете. И, соответственно, можно выбрать различные условия. Можно также ассортировать по свойствам товара, то есть если я положил в корзину какой-то определенный товар того или иного материала, того или иного производителя, то точно также вы можете сделать скидку или наценку. Или же можно выбрать условия. Если общее количество товаров превышает 10 позиций, то скидка 50%. Очень часто так бывает в интернет-магазинах, в магазин, даже в офлайн той же одежды, заходишь, тебе говорят, купи три вещи по цене двух и так далее. Как-то в свое время ты тоже заказывал интернет-магазине суши, тоже в корзине было условие, что купи еще, грубо говоря, набрал ты на 1800, купи еще до 2000 рублей и добери товар в корзине, и тебе будет скидка 10%. То есть, грубо говоря, ты сейчас купишь на 200 рублей, еще добавишь, и эти же 200 рублей получишь абсолютно бесплатно. Ну, примерно такая была акция. И, соответственно, вот здесь вот вы это и настраиваете. Общая стоимость товаров, количество позиций или количество товаров на общей сумме, общий вес. И можно также добавить условия день недели. То есть, если в корзину положил и начал оформление, и сегодня оказалась среда, то у вас по средам какая-нибудь скидка дополнительная 50% и, соответственно, эта скидка мне также применилась. Или, допустим, если я выбираю ту или иную платежную систему или ту или иную службу доставки, я также могу варьировать здесь вот этими скидками или, наоборот, набавками. Ну, допустим, количество позиций больше трех. Так, ну, так как у нас, да, работа здесь уже идет с корзиной, здесь нужно указать, на кого это распространяется. Точно так же в корзине есть поле для введения купона. Вы его можете здесь вводить, и, соответственно, будет применяться соответствующая скидка. Ну, и здесь для себя пишите название этой скидки. Так, сейчас здесь у нас что-нибудь другое добавим, не скидочное. Так. 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 Идем, читаем условия к товарам, удовлетворяющим всем условиям. Количество позиций в корзине. Так. Так. Если... А, да. Не сбросил кэш. Вот. Ну, и, соответственно, вот у нас с вами в корзине скидка 0. Когда позиции становятся, сколько у нас, 3 или больше, вот применяется соответствующая скидка. Вот. То есть, вы можете вот эти вот, ну, как бы программы, вот эти вот варианты, да, прописывать где-нибудь на сайте. То есть, вешать баннер и говорить, что вот там, сделаю, добавь в корзину ту или иную сумму и, соответственно, получишь соответствующую скидку. Ну, или здесь в корзине также какой-нибудь выводить сверху баннер, там, набери на сумму определенную и получишь соответствующую скидку. Ну, допустим, выберем здесь не количество товаров, а общая стоимость товаров равна, так, больше, либо равна, допустим, 7000 рублей. У нас 4000. Вот. Только перебрали за 6000, сразу у нас включилась скидка на 50%. Вот. Ну, и таким образом скидка присчитывается автоматически, сразу же в корзине, без перезагрузки страницы и так далее. То есть, клиент как бы сразу же увидит, что вот, да, действительно сработало, не обманули, можно делать дальше, продолжать оформление заказа. Вот. Ну, и таких условий, таких вот скидок вы можете настроить на любое количество, по сути, как вот вам этого хочется. Ну, опять же таки, если брать пример, там, западных интернет-магазинов, там вот, особенно какие-то товары, типа той же одежды, там, конечно, вот эти вот скидки, они прямо вот идут нон-стопом, практически регулярно, с различными условиями. То есть, чаще всего, да, по купонам каким-нибудь, то есть, там, вот, зарегистрированы пользователи, там, раз в месяц приходит какой-нибудь купон через e-mail рассылку. Этот купон, он ограничен, допустим, каким-то определенным брендом или определенной категорией товаров, вот, ты заходишь и определенным, конечно же, временем. То есть, всегда такие скидки, они ограничены периодом активности, когда их можно применить. То есть, вы и в той, и в этой скидке можете всегда задать начало и, соответственно, окончание действия этой скидки, чтобы клиент смог успеть ее применить. И, таким образом, да, рассылается письмо о том, что вот для вас, вот купон, которым вы сможете воспользоваться и смотрите, успевайте заказать тот или иной товар, тот или иной категории товаров со скидкой. Купон вы можете обязательно добавлять, привязывать их к той или иной скидке, к тем или иным правилам, ну и, соответственно, генерировать их. Они могут быть одноразовыми, многоразовыми, на одну позицию заказом и так далее. Ну, то есть, как бы вариантов там достаточно большое количество. Ну и еще, конечно же, это лояльный программ, программа лояльности, как это называют, для тех клиентов, которые регулярно покупают на вашем сайте. Вы можете, ну, на сегодняшний момент вы можете предоставлять им дополнительные скидки. Ну и еще вот в новой версии, которая пока еще не вышла, сейчас тоже, я думаю, в течение июля выйдет новое обновление, когда вы сможете еще и какую-то определенную часть денег класть на внутренний счет этого клиента, то есть, там, защищать как подарки, как бонус какие-то. Вот, на сегодняшний момент вы можете делать накопительную программу, которая будет заключаться в скидке на последующие покупки. То есть, если я, допустим, на какой-то определенный период заказал там на 10 тысяч рублей, вы меня можете причислить к каким-нибудь там постоянным покупателям, дать им скидку 10% и указать, что если я куплю еще на 10 тысяч рублей, то вы мне дадите еще там скидку на 7% и так далее. Вы задаете, ну, выбираете название, указываете, за какой период будет считаться, что я вот, насколько я там купил на эти 10 тысяч рублей, там, вообще за все время, пока я там с вами сотрудничаю или за этот год. И, исходя из этого, сколько будет действовать срок, ну, сколько будет действовать, соответственно, скидка, которую вы мне предоставите. Все время там или на какой-то определенный период. То есть, грубо говоря, я в этом году покупаю это на 100 тысяч рублей, вы мне в следующем году даете весь год, в течение всего следующего года, даете скидку там 20%. Если я в следующий год эти 20, с учетом этой скидки 20%, допустим, не набираю еще раз на 100 тысяч рублей, то вы от меня эту скидку отнимаете. Вот, и так далее. Указываете здесь настройки, ну, и дальше настраиваем. Сумма оплачиваемого заказа, допустим, купил на 10 тысяч рублей, получи скидку 5%. Купил на сумму 30 тысяч рублей, получи скидку 10%. 50 тысяч рублей 20%. И так далее. Случайно нажал Enter. Ну, и, соответственно, вы клиентов мотивируете покупать непосредственно у вас, потому что каждая последующая покупка, если они выбирают ту или иную сумму, будет для них дешевле. Да, и не будут зарабатывать эти вот дополнительные скидки. Ну, это также удобно, когда вы там, ну, для клиента, опять же-таки, давать, там, не знаю, логин, там, свой аккаунт своим клиентам, своим, например, друзьям, знакомым, чтобы они покупали так же через его аккаунт, то есть им будет дешевле, ну, и, соответственно, будет расти его последующая скидка. Ну, и также она будет в корзине непосредственно рассчитываться, когда клиент кладет в корзину, если он авторизован уже под своим логином и паролем, то в корзине будет указано, что вот товар там на 25% дешевле, на 20% дешевле, потому что там определенный статус. Так, идем дальше. Это вот по магазинам, по скидкам. По заказам, да, ну, еще коллеги немножко расскажут, как раз будут приложения для работы с заказами. Вот, так, ну, сейчас я уже выговорил, сейчас я хотел бы вернуться к презентации и еще рассказать про один важный момент, на который очень часто обращают, ну, не обращают внимания при создании сайта. Это вопрос, связанный с безопасностью, безопасность вашего сайта. Ну, и, соответственно, так как закрывают над глаза, очень часто ведут вот такие вот заглушки на своем сайте, которые размещаются, скажем так, недоброжелательными или конкурентами, потому что сайт не отвечал никаким вообще нормам безопасности и был легко без проблем каких-то взлома. Взломать могут сайт различными способами, через FTP, через CMS-систему, там, не знаю, могут заполучить доступ к логину и паролю вашего, там, администратора, который на вашем сайте имеет максимальные права, ну, и, соответственно, вот взять, там, стереть все данные на вашем сайте, поискнуть заглушку, ну, и, там, чего еще хуже, заполучить доступ к информации ваших клиентов, там, разослать по ним какую-нибудь спам-рассылку с ссылками на вирус, там, и так далее, или в целом разместить на вашем сайте какой-нибудь вирус, который будет воровать данные ваших клиентов, которые, там, заходят к вам на сайт, они вам доверяют, да, и, соответственно, там, какие-то кнопки, запросы, которые вы им будете предлагать, там, выполнить, они могут, там, без даже, там, того, чтобы задуматься, там, выполнить и так далее, и, соответственно, получить какой-нибудь вирус себе на компьютер. Поэтому сайт – это ваш имидж, и взлом сайта – это очень сильный удар по вашему имиджу, который, во-первых, перед вашими клиентами очень сильно ваш сайт выставят в нехорошем свете. Ну и, конечно же, здесь не стоит забывать про поисковые системы, которые при нахождении на вашем сайте каких-нибудь вирусов или рассылки тех же вирусов или непонятных спамов, они забанят ваш сайт в своей поисковой выдаче и потребуется определенное количество времени, сил, усилий для того, чтобы обратно вернуться. И, конечно же, позиции будут за это время уже сильно утеряны. Поэтому обязательно обращайте внимание на безопасность вашего сайта. В Bitrix есть огромное количество инструментов для этого. Это прям целый комплекс, называется он проактивная защита, который, во-первых, сам в себе включает и различные веб-антивирусы, и проактивный фильтр, чтобы какие-нибудь недоброжелатели не смогли через какую-нибудь веб-форму вместо резюме. Которую вы хотите соискать или получать, чтобы они не смогли вам запилить какой-нибудь вирус, заполучить доступ к вашему сайту. Это то, что обязательно всем требуется использовать, аутентификация через составные пароли, как вот в клиент-банках, когда вы регистрируетесь, указываете свой логин и текущий пароль, и еще второй пароль, который на чеки распечатываете, на телефон вам приходит. Здесь такая же есть схема, только там не смс-ками, а просто ставите бесплатное приложение на свой телефон, и оно это приложение генерирует дополнительный составной пароль для доступа на ваш сайт. Обязательно вот эту штуку включать всем вашим сотрудникам, которые имеют доступ к вашему сайту, потому что вот взлом сайта через взлом логина и пароля, через подбор логина и пароля, это один из самых распространенных сценариев. Вот, ну конечно, да, используйте там SSL, чтобы информация, которую передаете вы, передают ваши клиенты от себя на ваш сервер, она обязательно использовалась, шла в зашифрованном виде. Ну и опять же таки, сейчас те же поисковики, сайты с использованием SSL, то есть с шифрованием данных, они их поднимают выше, каким-то образом помечают. Ну вот сейчас Google, про Яндекс пока такого не слышал, но вот Google, он помечает, сейчас пока помечает сайты, которые работают с SSL, как безопасные сайты, а в скором времени обещают помечать сайты, которые работают без SSL, как небезопасные сайты, то есть таким образом пессимизировать их выдачу при поисковом запросе. Поэтому тоже обратите внимание на это, если занимаетесь уже вашим интернет-бизнесом серьезно, это как бы те вопросы, которые в первую очередь нужно решить, включить. Используйте сканеры безопасности, тоже бесплатный сервис для всех клиентов в Битриксе, который сканирует ваш сайт, сканирует ваш хостинг, ну то есть подсказывает вам, какие у вас есть уязвимости, что нужно сделать, чтобы эти уязвимости закрыть и так далее. Ну то есть вы можете, даже если технически не понимаете этого, как минимум просто запускать раз в месяц вот этот сканер, смотреть в итоге, и как бы система будет вам говорить, что вот есть ли у вас проблемы или у вас проблемы нет. Если проблемы есть, обращайтесь к нужному техническому специалисту, допустим, который вам сайт поддерживает или разрабатывает, и говорить, чтобы он устранил вот эти вот уязвимости. Вот, ну и использовать SSL, если SSL нет, то хотя бы используйте вот нашу там встроенную систему безопасной авторизации, шифрования данных, вот, которые встроены в сам Битрикс. Ну и вот то, что я говорил про технологию на разовых паролях, можно такие токены использовать, можно использовать бесплатное мобильное приложение, которое можно скачать в App Store, в Google Play, есть также для, ну, по сути, там, любых платформ на Яве, там, можно скачать, там, для Symbian, для того же, или, там, для Windows Mobile, и тоже вот система будет вам при авторизации выдавать одноразовый пароль, который вы будете добавлять к своему текущему паролю. Ну и таким образом, даже если, там, злоумышленник через вирус на вашем компьютере перехватывает эти вот данные, да, который вы, там, через какой-нибудь кейлогер, он не сможет впоследствии все равно авторизоваться с этими данными, потому что вот этот пароль, он одноразовый, то есть он один раз сработает и больше не сможет быть применен. Вот. Ну и завершая свою часть доклада про Sunbitrix, хочу сказать, что у нас редакции достаточно много, и они под разные задачи. Если говорить про задачи, связанные с интернет-торговлей для интернет-магазинов, это редакции «Малый бизнес и бизнес». То есть редакция, вот видите, внизу вправо, со словом «бизнес» в названии. Здесь, к сожалению, вот подробную страницу со сравнением не получится показать, потому что функционал достаточно богатый, и лучше посмотреть вот сравнение, чем они отличаются от редакции на нашем сайте. Там прямо по каждой из редакций есть подробная табличка сравнения. В стоимость лицензии входит, ну, во-первых, да, лицензия приобретается навсегда, то есть она дается вам в использовании бессрочно, то есть нет такого, что там каждый год нужно платить, иначе сайт не будет работать. Покупаете один раз и пользуетесь все время. В течение первого года техническая поддержка на коммерческом уровне от нашей компании абсолютно бесплатная, и в течение первого года после активации ключа все обновления, которые у нас будут входить, вы также сможете получить абсолютно бесплатно. В стоимость редакции входит также создание двух сайтов на единой платформе. То есть вы можете создать сайт, корпоративный сайт компании и еще корпоративный интернет-магазин. Они могут совершенно разно иметь дизайны, но будут все управляться на базе одной платформы, то есть с одной админкой, ну и, соответственно, за одну стоимость. После того, как у вас год истечет, вы сможете продлить еще на один год получения всех обновлений, которые уходят от Bittrex, всего за 22% от стоимости редакции. Ну и сразу говорю, что мы, компания 1SBITREX, сайты не разрабатываем, мы разрабатываем только платформу и поддерживаем ее, поэтому можете заказать разработку непосредственно наших партнеров, их там больше 10 тысяч по России, странам СНГ, и разработать самостоятельно, то есть если вы там являетесь разработчиком, техническим специалистом, либо разработать сайт своей веб-студии. Партнеров у нас достаточно много, вы их всех можете, в принципе, выбрать на нашем сайте. Здесь раздел «Партнеры». Ну, несколько примеров проектов. Ну и то, что я говорил про Marketplace, это каталог готовых решений для Bittrex, из которого вы также сможете устанавливать платные и бесплатные приложения. И, соответственно, сейчас мои коллеги расскажут про некоторые такие приложения. И как раз сейчас буду готовиться передать им микрофон. Ну и пока готов ответить на ваши вопросы. Вопросы. Ну и пока нет. Ну и пока нет. Коллеги, я еще раз прошу вопросы, связанные с «когда выйдет», не задавать мне сейчас, потому что я не готов ответить в точности до дня и часа, когда выйдет тот или иной функционал, в том числе новый мастер добавления скидок. В ближайшее время разработчики сейчас как раз выпускают все эти обновления, тестируют активно, они ежедневно практически выходят по тем или иным модулям, те или иные обновления. Я думаю, в течение всего июля мы все это дело еще раз хорошенько оттестируем и выпустим уже полный новый дистрибутив. Если у вас есть, стоит битрикс, то ставьте, включайте бета-режим обновлений и, соответственно, все это будет у вас работать. Владимир спрашивает, будет ли поддержка магазина для Windows. Владимир, я, честно говоря, не очень понял вашего вопроса, что это означает, что значит поддержка для Windows. Если вы имеете в виду установка управления вашим магазином, то это работает с любой платформы через браузер. То есть платформа вашего компьютера не имеет значения. Если речь идет про, допустим, мобильное приложение с адаптивный дизайн, то тоже в зависимости от платформы ничто не зависит. Так, Алексей спрашивает, можно ли настроить правила работы с корзиной в зависимости от типа цен? Давайте посмотрим. Я, честно говоря, просто не очень понял, что именно имеется в виду. Чтобы для определенных типов цен, допустим, оптовая или розничная, применялась или не применялась та или иная цена, это имеется в виду или что? Уточните, пожалуйста, как должна корзина вести себя. Типы цены есть в скидках на товар, потому что там, когда вы задаете, там можно выбрать, какой из типов цен будет применяться, будет не применяться. Ну а здесь просто лучше опишите, как сказать, сценарий использования, потому что, как я понимаю, это все то же самое. Те же типы цены, они обычно либо от партии зависят, либо привязываются к группе пользователей определенной. И в этом случае вы сможете, это будет либо дублирование, либо можете просто, если это привязка к определенной группе пользователей, то вы просто можете эти группы пользователей исключить. И для них этот тип цен не будет применяться, соответственно. И скидка, соответственно, в корзине также не будет для них применяться. Ну вот, да, всем доступно розничные цены, оптовые только оптовикам. Соответственно, оптовики – это определенная группа пользователей, вы просто ее не включаете вообще во все эти скидки, просто исключаете их. Потому что и так покупают со скидкой, и все остальные зато будут иметь соответствующую скидку на товар. Так, ну, я передаю микрофон Константину, компания WebFly, он нам расскажет про фигурацию с Яндекс.Маркетом, если не ошибаюсь. Константин, передаю экран добрый, передаю экран и микрофон. Да, все видно, отлично слышно. Так, еще раз представлюсь, меня зовут Константин, я являюсь руководителем проектов студии WebFly. И сегодня мы попытаемся узнать, как же можно с первого раза пройти модерацию в Яндекс.Маркете. В данный момент у нас есть две темы, о которых мы должны сегодня поговорить с вами вместе. Это подводные камни размещения товаров в Яндекс.Маркете, как правильно выбрать категорию и составить наименование торговых предложений. И как бесперебойно выгружать большие каталоги товаров в Яндекс.Маркете. Итак, начнем, собственно, с первой темы. Яндекс.Маркет построен и существует уже достаточно давно. Он все больше и больше захватывает наш российский рынок. И аудитория Яндекс.Маркета растет с каждым днем. Поэтому присутствие на такой большой торговой площадке – это одно из, скажем так, направлений интернет-магазинов. Откуда приходят непосредственно ваши покупатели. Итак, как же правильно составить торговое предложение? В первую очередь нужно составить заголовок предложения таким способом, чтобы алгоритмы самого Яндекс.Маркета правильно присвоили категорию товара у себя в базе. Либо можно указывать автоматически категорию, но при этом все категории Яндекс.Маркета вам придется хранить у себя в базе интернет-магазина. И, соответственно, обговорим, откуда и как правильно составлять описание предложений. На данном слайде я указал подробную ссылку, где указаны все рекомендации самого Яндекса по составлению данных заголовков. Сейчас попробуем открыть данную страницу, где мы подробно как раз все это изучим. Итак, создание заголовок предложений – это один из, скажем так, ключевых предложений. В него нужно совместить как можно больше полной информации о товаре, но при этом не добавлять лишнего мусора, потому что Яндекс часто проверяет выгрузки и из-за этого вас могут выключить из публикации в Яндекс.Маркете. Итак, на данном варианте Яндекс нам рекомендует разносить все свойства, которые мы можем сгруппировать непосредственно в названии товара, в отдельные элементы свойств интернет-магазина. Допустим, если мы продаем сотовые телефоны, то обычно в интернет-магазине, как делают такие товарные единицы, в названии товара указывают сразу все типы свойств, например, сотовый телефон, Nokia N8. Ну и, соответственно, дальше определенные характеристики. Для Яндекс.Маркета это не совсем правильно, потому что в первую очередь он сам пытается сгруппировать данное название предложения из тех свойств, которые вы ему передаете, в зависимости от той товарной группы, которую вы выгружаете. Товарных групп всего существует семь. Они у нас разделяются на произвольный тип описания товаров, на книги, аудиокниги, музыкальные, видеопродукции, туры и билеты на мероприятия. Так как мы, например, сейчас рассматриваем сотовые телефоны, то это в первую очередь шаблон-вендор, который в Яндексе называется произвольный тип описания. Перечисленные нами свойства нужно разделять непосредственно в интернет-магазине, задавать отдельно и тем самым выгружать в Яндекс.Маркет. Данные свойства же будут участвовать, если вы захотите, непосредственно в фильтрации интернет-магазина для выбора той или иной модели, которая вам нужна. В данном случае я выделил на экране, как и какими типами свойств нужно разделить то или иное название для Яндекс.Маркета, чтобы он правильно и автоматически распознал категорию товара и разместил ее в нужной позиции. Для, например, сотового телефона, тип товара, нужно указывать сотовый телефон, планшет, мобильное устройство, обыкновенный какой-нибудь производитель, непосредственно бренд, либо марка. Соответственно, это у нас на примере Nokia. Название модели, соответственно, оно не, скажем так, обязательное, но его можно указать в самом названии товара. Соответственно, дальше. При формировании данных свойств непосредственно происходит подгрузка их в момент загрузки в Яндекс.Маркет и происходит присвоение категорий автоматически. Если же у вас достаточно, скажем так, сложная структура, и вы уже действуете, ваш интернет-магазин действует достаточно давно, вам сложно переработать весь ваш большой каталог, то можно обойтись вторым путем, добавить новое свойство категории Яндекс.Маркета и вручную присвоить его непосредственно либо товарным разделом, либо непосредственно самим товаром. А данные категории хранятся точно так же на сайте Яндекс.Маркета, в котором они просят периодически загружать к себе. То есть вот можно непосредственно на данном сайте скачать дерево категорий и его загрузить в Яндекс.Маркет. Тем самым у вас произойдет правильное присвоение товаров в нужную вам категорию. Вот, что касается как раз составления заголовка. По поводу описания самих товаров, то их нужно как можно более досконально и подробно описывать. Здесь можно брать либо анонсовое, либо подробное. Чем более подробнее вы опишите ваш товар, тем лучше он будет представлен в карточке Яндекс.Маркета. И, скажем так, как пример хорошего описания, если мы, например, продаем часы, ну, написаны часы настенные и непосредственно основные характеристики, которые отличают данный товар. Если мы будем писать какие-то маленькие, скажем так, элементы, есть доставка, какая-то скидка, повторно напишем название данного товара, то это будет считаться ошибкой. И если у вас будет достаточно большое количество товаров с ошибками, вас точно так же может выключить Яндекс.Маркет. С приметкой того, что у вас недостаточное качество интернет-магазина. Если вас, скажем так, достаточно часто будет предупреждать, и вы не будете исправлять данные ошибки, то Яндекс.Маркет вас выключит до следующего исправления, устранения данной ошибки и повторной модерации. В Яндекс.Маркете возможно промодерировать всего лишь, по-моему, 5-6 раз. После этого вам дадут полгода, чтобы вы, скажем так, одумались, привели в правильное состояние ваш интернет-каталог, плюс выполнить те рекомендации, которые вам рекомендовал сам Яндекс.Маркет при отключении. Собственно, вот это основные элементы. Большая часть клиентов, они не задумываются, что все свойства нужно держать в отдельных элементах, и они очень важны для выгрузки в Яндекс.Маркет. Самих товарных категорий достаточно большое количество примеров, как раз составление, в зависимости от того, чем вы занимаетесь, разные рекомендации. То есть есть акустика, игровые приставки, косметика, парфюмерия, одежда. Для каждой категории свои рекомендации. В первую очередь их нужно изучить и посмотреть, правильно ли у вас все составлено в интернет-каталоге. Если уже все, скажем так, основные свойства рекомендаций выполнены, то, соответственно, можно уже приступать к самой выгрузке и отправлять на модерацию. Тем самым мы сейчас как раз переходим к презентации нашего продукта, который мы реализовали для беспроблемной, быстрой выгрузки с разными товарными типами. В данном случае выгрузка называется Яндекс.Маркет. Данное решение стоит 1500 рублей. Все элементы, которые присутствуют непосредственно для настройки, они у нас идут с подпиской, с подсказками. Вы сможете посмотреть, как правильно настроить или какую-то расшифровку того или иного свойства. При покупке вы получаете купон, который вам нужно будет активировать в специальной вкладке системы управления сайтом. После этого вам нужно будет установить модуль. Установка проходит в автоматическом режиме и не, скажем так, за несколько буквально секунд. После установки вам нужно будет произвести маленькие манипуляции в плане настроек самих основных свойств. У вас на сайте создастся папка. По умолчанию она называется Y-Market. Ее мы рекомендуем переименовать после установки. Ну, ради той же самой безопасности. При, соответственно, того, как мы установили, нажимаем «Изменить страницу» и нам становятся доступны основные параметры данного модуля. Где вам необходимо, нужно будет выбрать нужный вам товарный тип категории, который вы будете выгружать. Самый распространенный является шаблон «Вендор», где уже непосредственно вы выбираете типы инфоблоков, разделы, какие у вас есть, соответственно, если я выбрал каталог только, то автоматически происходит изменение данного компонента, и мы видим разделы, которые включены. Тем самым мы можем дополнительно отфильтровать те самые списки товаров, которые мы хотим выгрузить. Соответственно, идем дальше. Сама выгрузка у нас создается в трех режимах. Есть автоматический режим при обращении непосредственно к данной папке. Этот режим можно использовать, если у вас не очень большой каталог. Если, допустим, приблизительно до 2000 товаров, то можно пользоваться им. Единственное, включить нужно будет кеширование в настройках данного компонента, чтобы не нагружать ваш сервер. Дальше второй режим непосредственно по агенту. При клике создается агент, и он через определенный интервал времени формирует выгрузку. Достаточно удобно, и данные рекомендации мы говорим, если у вас достаточно большой каталог товаров. Есть, соответственно, второй, третий режим. Это по крону. Крон – это планировщик задач непосредственно в панели управления хостингом. Там настраивается точно так же, указывается интервал, времени через который нужно запускать обработчик для формирования выгрузки. И по успешному отрабатыванию происходит формирование данного файла, который загружается в Яндекс.Маркет. Также из основных элементов могу выделить, что у нас поддерживается фильтрация товаров. Она достаточно гибкая. Можно сформировать выгрузку по любым вашим требованиям и нужным. Ну, соответственно, самое распространенное – это выгрузка товаров из нужных вам разделов инфоблока. Соответственно, для этого нам достаточно выбрать, что мы будем выгружать только, например, две вот эти категории, либо, соответственно, весь раздел ванны. Мы сохраняем настройки, и модуль в автоматическом режиме сразу создаст файл под нужным нам шаблоном. Если же нам нужны какие-то дополнительные фильтрации, допустим, мы хотим выгрузить самые дешевые наши товары до трех тысяч. Это точно так же указывается в фильтре, но это не через публичную часть. Для этого необходимо воспользоваться нашей техподдержкой, которая очень достаточно быстрая и оперативная. Мы отвечаем в течение рабочего времени. Соответственно, если вы письма присылаете до 5-6 часов, то обращение в основном закрывается этим же днем. Ну, либо, соответственно, мы вам ответим, что завтра в определенное время мы решим вашу проблему. Непосредственно по поводу фильтрации у нас есть подробная инструкция, как и какими свойствами происходит формирование того или иного фильтра. Данный код нужно вставлять перед вызовом компонента. То есть, если мы хотим фильтровать непосредственно товар, который мы хотим выгрузить только для Яндекс.Маркета, нам необходимо для этого создать свойство, назвать его WF-Sale и, соответственно, отмечать галочкой «Выгружать, не выгружать». Данный код мы вставляем перед вызовом компонента. Нам для этого необходимо переключиться на редактирование кода и перед вызовом компонента вставить данное значение. Все. Соответственно, после этого, как мы сохраним, модуль автоматически пересоздаст созданный файл, где произойдет выгрузка только тех товаров, которые мы хотим выгружать в Яндекс.Маркет. Это достаточно просто. Особых знаний, скажем так, не нужно. Если вам сложно, то вы можете написать нам в техподдержку. Мы будем рады непосредственно ответить на все ваши вопросы, подсказать, где что, как менять, ну, либо, соответственно, поправить самим. И в ответе сообщить, как в дальнейшем вам менять те или иные свойства, чтобы у вас все работало. Так. Ну, соответственно, вернемся обратно к редактированию компонента. В последнее время, как упоминал Денис, Яндекс и Гугл, они меняют алгоритмы и пытаются внедрить более правильные фильтры для безопасности тех же самых ресурсов и наших пользователей, покупателей. Так как недавно Гугл изменил алгоритм и сказал, что в первую очередь он выводит адаптивный и защищенный сайт выдачи, мы реализовали автоматическую генерацию ссылок на что-то прияс. Для этого вам достаточно поставить галочку и если ваш сайт работает по защищенному протоколу, вам больше ничего не нужно будет менять на сайте. И выгрузка будет формироваться с правильным урлом для Яндекс.Маркета. Соответственно, после того, как вы изменили настройки, вам нужно их сохранить. Дальше рассмотрим вариант формирования цен и конвертации в валют. В данном случае наш модуль поддерживает все виды цен, которые у вас есть. Допустим, если вы работаете с вашими дилерами, у вас есть розничная цена и оптовая. Вы изначально в данном типе свойства можете выбрать, какой тип цен выгружать для Яндекс.Маркета. Если же у вас на сайте дополнительно действуют какие-то скидки на товары и вы хотите, чтобы цена была, допустим, без копеек, была округленной, точно так же вам достаточно поставить чек на свойство округлять цены и они будут выравняться по общему математическому алгоритму. То есть, если у вас получилась цена, например, 6 рублей 51 копейка, то она будет округляться в большую сторону. Если меньше 50 копеек, допустим, то она будет округляться в меньшую сторону. Тем самым вы уходите от некрасивых цен. Если у вас есть товары, которые бывают, например, либо под заказ, либо их нет в наличии и вы не продаете такие товары, то достаточно убрать данный чек, устанавливать статус под заказ отсутствующим товаром и данные товары с количеством 0 на складе, они не попадут в данную выгрузку. Если у вас в интернет-магазине произведена настройка под того, что вы можете покупать товары в минус, то есть, те, которые отсутствуют, тем самым вы их продаете под заказ, вам нужно поставить данное свойство и данные товары будут попадать со значением в Яндекс.Маркет, что данный товар можно купить у вас под заказ. Также большая часть интернет-магазинов производит закупки товаров с разными валютами. Допустим, вам пришла ванна из Европы по евро, вы покупаете какие-то аксессуары в Америке, они покупаются за доллары, соответственно. Данное свойство предназначено для конвертации согласно вашему внутреннему курсу, который вы указываете в интернет-магазине раздел валюты. Либо может автоматом еще получать данные значения от Центрального банка Российской Федерации. Мы указываем, что основная валюта, например, у нас рублей, но при этом все товары мы можем заводить в наш интернет-магазин в тех валютах, в которых мы их покупаем. В данном случае при установке данного свойства модуль автоматически их конвертирует и показывает рубль. Тем самым у вас к вашему интернет-магазину не будет никаких претензий со стороны Яндекс.Маркета. Также мы можем указать для нашего региона ту стоимость курьерской доставки, которая наедет. Соответственно, если она у вас бесплатна, вы можете указать ноль, тем самым в Яндекс.Маркете покажется, что доставка у вас бесплатная. Что еще? У нас есть поддержка значения sales notice. То есть относительно недавно Яндекс порекомендовал всем интернет-магазинам, которые размещаются на их торговой площадке, указывает то самое значение, то есть это минимальные закупочные цены. То есть у вас, например, вы продаете товар, который стоит 10, 20, 30 рублей, но отгрузка самого товара у вас происходит от 1000 рублей. Тем самым вы укажете минимальную стоимость, например, 1000 рублей. Можно указать вручную, соответственно, для всех товарных единиц, либо если у вас данное значение держится в каком-то свойстве каталога, его указать. Тем самым у каждого товарной единицы будет свое значение, которое будет автоматически выгружаться в Яндекс.Маркет. Соответственно, что еще? Относительно недавно по просьбе нашего клиента мы реализовали возможность настройки BTM меток. Тем самым вы можете отслеживать ту конвертацию той или иной торговой площадки, на которых вы размещаетесь. Данный модуль вам достаточно, например, если вы делаете одну выгрузку в Яндекс.Маркет, вы оставляете в той папочке, соответственно, какой есть, настраиваете, указываете, что это Яндекс.Маркет и, например, выгружаетесь в Google. Можно ее, соответственно, данный компонент разместить в другой папке и настроить выгрузку для Google, указая в UTM-метку, что это переход именно с Google ресурса. Данную UTM-метку вы можете, соответственно, в дальнейшем отслеживать либо в Яндекс.Метрики, если у вас там настроены цели и либо в интернет-магазине построен один из битриксей в редакции бизнес. Там тоже есть возможность такого момента отслеживать статистику. Так, ну, соответственно, из обязательных свойств, которые необходимы для той или иной торговой категории, они все меняются в зависимости от того, что вы выбираете вы. Эти свойства в основном обязательны для всех категорий. Соответственно, она будет меняться, если мы выберем категорию например ноутбуки, соответственно, то сверху будут абсолютно другие обязательные характеристики. Вот они подхватились, поменялись и, соответственно, нам достаточно указать то свойство, в котором у нас содержится тот или иной параметр, отвечающий за характеристику данного товара. Соответственно, после того, как мы все настроили, мы сохраняем настройки, данный компонент нужно еще раз сохранить, и происходит в данный момент генерация того самого файла, который мы потом будем указывать в Яндекс.Маркете. Так как у нас стояло значение, что мы будем сохранять наш файл, нашу выгрузку в файл, то компонент нам пишет, что файл создан по такому-то адресу. Соответственно, данный пульт мы указываем в Яндекс.Маркете как файл выгрузки, который он, соответственно, будет забирать через определенный промежуток времени. Соответственно, в данный момент я рассказал основную, скажем так, первую тему, и теперь мы переходим ко второй, это выгрузка большого количества товаров. Соответственно, как ее производить, чтобы на вас не ругался хостинг за то, что вы потребляете достаточно большое количество ресурсов и непосредственно сама выгрузка формировалась правильно и корректно. Самый большой каталог, который мы выгружали нашим модулем, был 120 тысяч товаров. Это как раз нам и послужило большим опытом, как правильно реализовать и улучшить наш компонент для оптимизации больших выгрузок. Соответственно, мы реализовали поэтапную выгрузку товаров. Для этого вам достаточно выполнить два простых шага. В первую очередь это указать, поскольку товаров вам выгружать за один шаг. То есть, в основном мы для всех хостинг-компаний, которые к нам, скажем так, обращались наши клиенты, рекомендуем указывать тысячу товаров. 800 тысяч. То есть, если у вас, скажем так, слабый хостинг и он не из того списка, который рекомендует один из Битрикс, то можно уменьшить до 800 товаров за один проход. Соответственно, указываем количество, которое нам необходимо выгружать и указываем, что нам нужно сохранить выгрузку в файл. Все. Соответственно, щелкнув по двум вот этим параметрам мы уже подготовились выгружать наш большой каталог. Когда эти данные совести стоят, мы нажимаем сохранить компонент и еще раз нажимаем сохранить. После этого происходит несколько шагов обработки. в данном случае мы видим, что мы совершили два прохода. То есть, при нынешних настройках мы выгрузили только что 2000 товаров. Собственно, по данному направлению у нас, скажем так, все. вот такими двумя простыми шагами мы можем решить нашу самую большую основную головную боль, если у нас большое количество товаров. Так, идем, соответственно, дальше. Купить наш модуль можно по данной ссылке. В данный момент мы получаем достаточно большую обратную связь от наших клиентов, которые пытаются нам помочь в улучшении нашего компонента. Соответственно, если вы покупаете или хотите купить наш модуль и у вас есть какие-то вопросы, предложения, обязательно пишите нам, мы вам ответим. На данном слайде представлены мои контакты. Можете писать напрямую мне, либо звонить на наш общий телефон. Либо обращаться по тем данным, которые указаны в разделе поддержка. Данные email работают у нас почти круглосуточно. Ответы мы даем даже не в рабочее время. Праздники, выходные точно так же вам поможем и вас не бросим в беде. То есть тем самым не дадим вашему бизнесу нести издержки и терять вашу прибыль. Соответственно на днях буквально наверное завтра в течение этой недели мы выпускаем новое обновление, которое поддержит новый тип тега, который поможет вам в автоматическом режиме правильно присвоить каталожность данного товара на стороне Яндекс.Маркета. Также вы можете дополнительно ознакомиться с теми отзывами, которые мы получаем от наших клиентов. Их уже больше десяти. Все довольны и все отмечают непосредственно нашу оперативность в ответе и решение тех проблем, с которыми вы можете столкнуться. Повторюсь, данное удовольствие стоит 1500 рублей. Теперь можно перейти к тем вопросам, если они у вас есть. Надеюсь, вы их тут уже написали много. Константин, могу прочитать вопрос. Давайте. Какую цену берет ваш модуль? Цена на сайте может быть сконвертирована из базовой, еще и скидки на товар могут быть. Соответственно, он берет ту стоимость, которая указана в товарной единице. То есть, если у вас, например, сам товар стоит 1000 рублей, но при настройке вы указали, что на данный товар у вас есть скидка 10%, то стоимость товара выгрузится в Яндекс.Маркет 900 рублей. Также в данном обновлении, про которое несколько минут назад я говорил, будет добавлен тег «all price». Тем самым вы сможете на Яндекс.Маркете показать старую стоимость и новую. Тем самым дополнительно смотивировать перейти к вам в интернет-магазин и купить товар у вас. Так, надеюсь, я ответил на ваш вопрос. Еще есть вопросы? Характеристики меняются, добавляются? Да, конечно, вы в автоматическом режиме, скажем так, если добавили его непосредственно в каталог, то его при редактировании вы сможете перевязать либо, соответственно, добавить то свойство, которое вам нужно. То есть, как только вы произвели добавление данного свойства у вас в интернет-магазине, он автоматически появляется здесь. Вам только достаточно будет его выбрать и повторно сохранить настройки. Вот еще такой вопрос, как долго формируется файл? Потому что есть там рекомендации Яндекса, чтобы он актуально просили с момента обращения робота их генерировал. Здесь, соответственно, как я и говорил, есть у вас небольшой каталог, вы можете сделать так, чтобы он, например, сейчас покажу, либо сохранял файл, либо не сохранял файл. То есть, если у вас, например, 2000 товаров, можно убрать данный чек, и тем самым, при обращении по данной папке, которую вы укажете в Яндекс.Маркете, модуль автоматически сгенерирует новый файл, скажем, с актуальными целями. Если же у вас достаточно большой каталог, то в любом случае мы рекомендуем, сохраняясь файл, настраивать агент, чтобы он через определенный промежуток времени его формировал. Ну, допустим, он может быть и час, если у вас достаточно часто меняются цены. В основном, как бы, все ставят в течение 24 часов, и этого достаточно для Яндекс.Маркета. У него даже в правилах есть, что вы можете выгружать, по-моему, актуальные цены в течение 3-5 дней. То есть, такие настройки, рекомендации, точнее, у них есть для тех, кто выгружает их в файлах, в XML-ках. То есть, здесь проблем нет. Самая основная проблема, которую мы видим, это когда клиенты значительно меняют цены, например, в большую сторону. И в этот момент произошло, так скажем, обращение к вашему сайту роботом. Вот здесь, да, тот момент такой существует. Но, опять же, если вы достаточно часто меняете цены, можно сделать дополнительную настройку по срабатыванию на события. То есть, если у вас изменились цены, событие срабатывает и тем самым автоматически запускает генерацию данного файла. То есть, она не ждет того интервала, которого вы зададите при настройке. тем самым вы решите свою проблему. То есть, все это мы можем вам помочь. Опять же, можете написать нам в техподдержку и мы либо подскажем, либо вам сделаем настройки, которые необходимы. То есть, проблем в этом нет. Спасибо, Константин. Ну, я думаю, переходим, наверное, к следующему уже докладчику компании MCART. Вот, тогда Константина отключаю. Спасибо еще раз. Спасибо, Денис. Так, переключаем на Лину с компанией MCART. Лина, как слышно нас? Вас не слышно? Вас слышно, меня слышно. Ну, где-то очень далеко. Можно погромче делать микрофон, если так возможностей. Минуточку. Сейчас лучше? Меня слышно? Ну, сейчас вот фон добавился очень такой неприятный. Как фонит, так. Ну, попробуйте сейчас поговорить. Здравствуйте. Я приношу коллегам свои извинения за такую некачественную мою связь. Меня слышно? Ну, сейчас вроде нормально слышно. Значит, хотелось бы показать вам возможности модуля импорта из Excel, но вот как раз сегодня у меня, к сожалению, полетел кулер, все будет происходить чрезвычайно медленно. Я за это приношу свои извинения коллегам, зато вы успеете заварить чай, отхлебнуть его, положим, вот так. Вот. Итак, значит, что, собственно, представляет модуль? Модуль представляет собой импорт из файла Excel в какой-либо инфоблог. Вот, чтобы хоть немножко сэкономить ваше время, я уже основной экран открыла, сервисы, вкладочка импорт из Excel, вот, долго думали над пикограммкой, остановились вот на такой, первый экран вот такой. Выбираем файл. Как я предупреждала, происходит несколько медленно все. Вот я сделала такой файлик тест загрузки плюс. Сейчас вот он его найдет. Вот он его. Далее, если бы у нас были уже какие-то профили загрузки с сохраненными параметрами, тут бы они были. Но для данного файла профили нет, поэтому не загружать профиль, просто продолжаем, жмем далее. Ну, на самом деле в реальном времени на здоровом компьютере это все происходит несколько быстрее. Значит, что у нас происходит дальше? Вот дальше загрузился наш файл, так сказать, для предпросмотра. Мы можем выбрать лист, с которого мы будем грузить. вот собственно, что представляет из себя сам файл. Вот здесь лист 1, условия сотрудничества и мой тест для загрузки. Вот здесь такой немудрящий набор данных, просто 9 позиций неких там бисерных украшений. Значит, мы помним, что лист у нас называется тест для загрузки, мы его выбираем. Грузить я буду в инфоблок, который у меня называется каталог товаров, я его вот здесь выбираю. Значит, строка, содержащая заголовки столбцов, это чисто для создания макета, это необязательная вещь, если у нас нет заголовок, автоматически возьмутся заголовки ячеек, то есть А, Б, С, это мы увидим на следующей странице. Ну, соответственно, данные у нас начинаются сразу после заголовка, бывают случаи, когда после заголовка идут там логотип фирмы, адреса, еще что-то, тогда мы вставляем, соответственно, здесь номер той строки, с которой у нас начинаются фактические данные. Ну, вот у нас они начинаются с строки номер 2, признак окончания данных. Иногда нужно загрузить только на пробу, грубо говоря, с первой по 15 позицию, тогда мы выбираем номер последней строки, здесь вводим номер строки. Ну, у нас всего 8 позиций, отдадимся, значит, на милость автоматики, загрузим авто. Ну, и диапазон столбцов. Можно писать маленькими буквами, оно все равно их в большие преобразует. Если бы я написала наоборот, СА тоже, значит, съезд, переставить самостоятельно. Ну, и создавать торговые предложения, это пока на один элемент одно торговое предложение, пока, чтобы не усложнять себе жизнь, больше пока не делали. в принципе, бывают такие ситуации, когда на один товар нужно несколько торговых предложений, но уж очень велико многообразие таких ситуаций, не успеваем все проанализировать. Вот, соответственно, мы загрузили параметры, значит, дальше отвечаем на вопросы мастера, в какой раздел поместить обновленные элементы, ну, у нас нет обновленных, у нас будут только новенькие, в какой раздел поместить новые элементы. Вот в этом каталоге товаров я специально создала вот такой раздел бисер, а вот если правый край экран не видно. Значит, грузим в раздел под названием бисер. Дальше вот у нас макет строк с данными, вот здесь вот у нас наименование, здесь какая-то цифра, здесь тоже какая-то цифра. Значит, свойства для идентификации обязательно должно быть, поскольку это нужно для соответствия, для обновления уже существующих элементов. Значит, свойством для идентификации мы выберем вот эту строку цифра, цифра, у нас находится артикул. Дальше начинаем добавлять свойства. Их можно добавлять столько, сколько нам можно. в наименование мы соответственно напишем наименование. Ну, что здесь чему соответствует? Здесь заголовки строк из Экселя, здесь перечислены поля и свойства инфоблока, а также всякие базовые цены, закупочные, некие складские параметры, которые тоже могут нам пригодиться. Ну, соответственно, в наименование мы пишем наименование, никак его не меняем, а вот дальше цену мы занесем в столбец базовая цена и так для разнообразия преобразуем ее к целому числу. А вот теперь основная фишка последней версии, то, что один и тот же столбец можно записать в несколько. Например, в описании анонса мы просто запишем цену без приведения к целому числу, чтобы потом была возможность сравнивать. Ну, если у нас обязательным полем инфоблока является символьный код, можно его создать, если нам нужно сохранить профиль, можно сохранить его под именем, но повторюсь еще раз, поскольку у меня тут все несколько замедленно, я не буду нагружать систему, нажимаю нажать импорт, простите, начать импорт. И вот мой многоуважаемый медленный компьютер. Сначала мы видим сообщение, сейчас идет загрузка скрипта, пока она идет немножечко о том, объемы данных грузятся, как правило, большие, от полутора тысяч строк и далее, поэтому в настройках модуля задается шаг обработки, то есть можно, например, загружать по 20 позиций с тайм-аутом 10 секунд, чтобы процесс не вешал систему. Вот, пожалуйста, у нас загрузились наши 8 элементов, вот сообщение, что все закончено, добавлено 8, обновлено 0, ошибок 0. В перспективе в следующей версии это все будет русифицировано, но давайте посмотрим, что получилось в результате. Вот наш раздел бисер. давайте зайдем в него. Ну, вот соответственно там наши элементы. но если что-нибудь из них открыть, то мы там увидим. ой. Вот соответственно наш элемент. Вот мы задавали в описании анонса поместить цену как таковую, а в цену мы ее, вот у нас цена с дробной частью, а в цену, в базу мы задали поместить обрезанную до целого. Ну просто вот так мы задали. Вот собственно все формулы, все программа у нас выполнила. Вот в общих чертах как-то так. Ну естественно на нормальном компьютере это все происходит быстрее. Объем данных ограничен листом Excel 65 тысяч строк. В перспективе операции уже добавлены, уже дополнены. Не только обрезание до целого, но и удаление пробелов, взятие гиперссылки или название, если ячейка сложная. То есть все это уже есть. Ну и есть еще такая задумка, все параметры собраются на одном экране, чтобы не по шагам, а чтобы все это можно было видеть единоразово и редактировать более оперативно. Дорогие коллеги, спасибо за ваше терпение. Внимательно слушаю ваши вопросы. Алло, алло. Алло, алло. Да, да, да. Алло, алло. Лина, слышно меня? Да, да, я вас слышу. Да. Так, все, да, я правильно понял? Да. А вы хоть скажите, где купить, где взять замечательный модуль? В компании MC Art, в маркетплейсе. Покажите ссылочку, а то так, я думаю, сходу сразу... Модуль называется импорт. Алло, алло, вас не слышно? Да, да, да. Я говорю, покажите хоть ссылочку, как найти, где скачать, сколько стоит. Так, где скачать, сколько стоит. Сейчас мы с вами найдем ссылочку. Дело в том, что у меня-то другая ссылочка, я что называется... Как рабочий персонал, я несколько другую ссылочку использую. Так. 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 Продолжение следует... 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 в 1S Bittrex, то там есть такое средство, как таблица. Таблица содержит в себе много полезной информации, она настраивается, но с восприятием информации в табличном виде есть определенные проблемы. Причем эти проблемы может просто зависеть от характера человека, который просто визуально не может достать из таблицы нужные ему данные. Клиенты наши жалуются на это и были у нас заявки по какой-то доработке этой таблицы. То есть данная таблица подходит не для всех. Соответственно поступали запросы. Какой основной запрос? Это чтобы было видно статус заказа в этой таблице. И они предлагали нам сделать доработку, которая будет выделять цветом заказы в различных статусах. Мы эту доработку сделали, но результат получился неоднозначный. То есть полностью проблемы он не решил. Частично она решена, но все равно восприятие данных из таблицы оставляет желать лучшего. Поэтому мы решили подойти к этому вопросу немного с другой стороны. Мы проводили анализ, почему люди не могут работать с таблицей нормально, почему им это неудобно. Анализ, ну это громко сказано, конечно, но выводы определенные есть. Таблица содержит в себе слишком много данных. Сейчас пользователи современных компьютеров, устройств, интернета, чего угодно, они их постепенно приучают к каким-то простым, понятным геометрическим формам в пользовательском интерфейсе. А таблица никак не соответствует этому критерию. И получается, что многими пользователями таблица воспринимается как нечто допотопное, устаревшее. И хоть работать с этим можно, но удовольствие им это не приносит. И примерно вот такую картину мы видим в восприятии пользователей, как они понимают работу с таблицей. По всем заявкам, которые исходили от клиентов, решение было, может, количественно улучшалось, но качественного никакого улучшения не было в работе с заказами. И мы как-то пришла такая идея, что использовать для работы с заказом одну технологию, которую в середине 20 века предложила и внедрила у себя на заводах Toyota, называется технология Kanban. Kanban это доска, на которой отображается и на которой происходит управление процессом производства. Изначально это так было. То есть доска разбита на колонки, каждая колонка представляет из себя статус прохождения цепочки производства некоторыми заявками, работами и так далее. То есть в начале начальный статус, потом очередной этап, в конце работа доходит до статуса выполнена. Работа оформляется в виде карточек, на которых видно основную информацию, необходимую для того, чтобы понять, что это, ну, суть этой работы. Такая система, она упорядочивает и управление, и представление визуальное. То есть один из главных плюсов этой системы, что мы можем оценить ситуацию всего процесса буквально с первого взгляда. Хотя бы по количеству заявок в колонке мы уже видим, на каком этапе у нас идет недобор заданий, на каком этапе идет у нас завал работы. То есть выбрав эту систему в качестве основы, мы решили поступить практически так же с заказами. То есть заказы – это та же работа, которая приводит нас от нового, неоплаченного, невыполненного заказа к выполненному заказу. То есть считаем, что это у нас производство выполненных заказов. Вот. Значит, что получается в работе? Если рассмотрим ситуацию, где один оператор или менеджер работает с одним магазином. То есть это небольшие магазины с относительно небольшим потоком заказов, с которыми может справиться один человек. Но представление в виде таблицы снижает эффективность обработки заказов. То есть элементарные операции, где нам надо поменять что-то в заказе или хотя бы посмотреть его свойства, для этого нужно совершить несколько кликов. Там от трех до десяти, не знаю, я максимум не кликал, но замедляется сам доступ к нужной информации. И тем самым у человека отбирается его рабочее время, которое он бы мог потратить на какие-то более полезные функции. С нашим модулем, как мы видим, все стало намного лучше. Чем это помогает в данной ситуации? Наш модуль предоставляет возможность управления заказами, не заходя в детальный вид. И не выбирая из списков, например, перевод в нужный статус в табличном виде, делается отмечанием этого заказа пометкой. Потом надо внизу выбрать из списка, нажать подтвердить и так далее. Много действий. У нас все ограничивается просто перетаскиванием заказа в нужную колонку. И, соответственно, оценить ситуацию по продаже, по выполнению заказов тоже можно буквально на одном экране, без дополнительных каких-то отчетов. И ситуация, когда у нас магазин более крупный и у нас есть начальник отдела продаж и отдельный оператор. Ситуация очень похожа, но если рассматривать с точки зрения начальника, то он лично не занимается обработкой заказов, но у него есть трудности с оценкой ситуации общей. В каких статусах находится сколько заказов? Для него, чтобы узнать эту информацию, нужно проделать определенную последовательность действий. Это тоже приводит к снижению эффективности. В нашем случае с модулем нашим можно выводить эту доску на отдельный экран. Начальник может не иметь доступа к управлению, но он видит картину в целом. И когда идет обработка заказов его сотрудниками, то он сразу видит все изменения на своей доске. То есть он видит переход статусов, он видит оплату, он видит изменения в составе заказов и так далее. То есть он всю картину может оценить, буквально просто повернувшись и глянув один раз на монитор с доской. Это опять же снимает с него очень много рутинной работы, вместо которой он бы мог заниматься какими-то полезными для бизнеса действиями. Значит сейчас я хочу показать в действии, надеюсь у меня это получится, в действии наш модуль. Так, здесь вот это уже не картинка, это реальный сайт с реальными заказами. Здесь мы видим в карточке собрана необходимая информация. Здесь виден идентификатор, по которому можно опознать заказ. Если, например, нам звонит клиент и спрашивает, что у меня с заказом 49888, мы сразу видим в какой он колонке. Видно кто, видна сумма и дата и время заказа. Мы прямо здесь за одним кликом можем посмотреть состав заказа, количество, стоимость за товар общую. И здесь же мы можем посмотреть свойства заказа. То есть это та информация, свойства заказа, которая видна уже в детальном виде. Здесь она видна, по сути, в списке товаров. И также мы можем перейти непосредственно, если нам не хватает этой информации, мы можем перейти непосредственно на стандартную форму редактирования заказа. Ну, вернемся, это то, что касается внешнего вида, вернемся к управлению. То есть управление, если у нас вот этот заказ 49888, мы захотим перевести, мы знаем, что он передан на отправку, мы его хотим переставить в другой статус, мы просто выбираем и перемещаем его сюда. Он появляется в новой колонке. И таким образом мы можем, ну, буквально за один клик, мы управляем прохождением заказа от начального заказа к конечному. Я сейчас даже попытаюсь, вот сейчас я, не двигая мышку, покажу вам обновление в реальном времени, то есть сейчас наши сотрудники поменяют статус заказа. Вот я сейчас ничего не делал, и этот заказ 49888 был изменен на другом компьютере, может даже другим пользователям, и он перешел в статус отменен. Насчет статуса отменен, на самом деле это не статус. Те, кто работали с Битриксом, знают, что это не входит в рамки статусов отмена заказа, но в данном модуле мы решили, что будет целесообразно его изобразить в виде статуса, потому что это упрощает обработку саму. То есть для отмены мы можем, если по звонку клиенту узнали, что заказ ему не нужен, мы тоже за один клик отменяем заказ. Соответственно, отметки об оплате и отгрузке товара мы можем так же само ставить, менять в обычном интерфейсе, и видим, что ставится печать с надписью «Оплачен». То есть это визуально видно все эти необходимые свойства, что упростит обработку заказов. Так, наверное, по демонстрации все. Я не хочу вас задерживать такими вещами, потому что это гораздо интереснее попробовать самостоятельно. Самостоятельно вы можете попробовать это на любом сайте редакции «Малый бизнес и бизнес» с включенным модулем интернет-магазина, если у вас есть лицензия, либо у вас зарегистрировали демо-лицензию. Данный внешний вид, который я сейчас показывал, он находится в бета-версии, потому что мы хотели приурочить к этому вебинару обновление. Вы можете, включив установки бета-версии, установить это. Если не включите, у нас устанавливается предыдущая версия. Самое главное отличие от новой в том, что там нет режима реального времени. То есть изменения там не отображаются сразу. В бета, в этой второй версии, все видно, достаточно открыть страницу с доской заказа. Данный модуль бесплатный, мы не планируем делать его платным. Мы открыты для предложения. Если вы хотите добавить какую-то к нему функциональность, то просьба этого высказывать. Если вы его установили и вам что-то не подошло, то тоже большая просьба сказать, что именно не подошло. Мы эти пожелания клиентов будем учитывать в следующих версиях. Обязательно будем их реализовать. Все. Наверное, все. Если есть вопросы, пожалуйста. Да, Евгений. Спасибо, Евгений. Коллеги, задавайте вопросы. Да, спасибо. Вот я покажу этот модуль сейчас, как он выглядит на сайте, соответственно, Marketplace. Вот называется модуль доска заказов абсолютно бесплатно в разделе каталог решений работы с заказами. Он там один из первых. Вот, да, заходите, скачивайте, точнее, заходите, устанавливайте на свой сайт на Bittrex. И ждем вопросов по данному модулю. Так, что-то у меня ваш клиент, ваши вопросы показывают в очень сжатом виде. Да, но пока я не вижу вопросов. Тут вижу, в предыдущем докладчике вопросы были по позициям. Там уже ответила Лина. Так, ну, пока вопросов нету. Чтобы тогда не задерживать, контакты Евгений оставлял. Вот, контакты есть еще в самом этом модуле. Обязательно пишите там в разделе обсуждения. Оставляйте свои пожелания, рекомендации. Спасибо, Евгений. Очень интересный модуль. Спасибо вам. Хороший такой визуальный представление. Вот, и на этом мы завершаем сегодняшний вебинар. Видеозапись выложим в течение сегодняшнего или, может быть, завтрашнего дня. Вот, ну и регистрируемся на последующие наши вебинары. Как я уже анонсировал, вот во второй плане июля планируем возобновить серию вебинаров для интернет-магазинов, где будем подробно рассматривать различные аспекты, начиная от формирования товарных позиций, создания свойств и так далее, и заканчивая уже там различными маркетинговыми инструментами, рассылками, интеграциями и прочее, прочее. Поэтому следите за новостями, за нашими вебинарами, которые на нашем сайте размещены, анонсы. Вот, всем спасибо и до встречи на следующих вебинарах. Всего доброго. Продолжение следует...